МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа новости рынка в Сайфсе и Маркет. Как обычно, в студии наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. В воскресенье состоялся первый тур выборов президента во Франции. Как это повлияло на рынки? Реакция была очень бурной. Но вначале давайте немножко я расскажу о предыстории, кто был основными кандидатами и как все происходило. Ну, во-первых, нужно отметить, что президента во Франции избирают на срок 5 лет. Действующий президент это Франсуа Алан, кандидат от Социалистической партии. Кстати, к ней же принадлежал в свое время и большой друг СССР Франсуа Миттеран, который был у власти почти 20 лет, с 1974 по 1988 год. Как мы знаем, что Алан не очень поддерживал нашу страну во всех начинаниях. Ну, посмотрим, что будет дальше. И вообще во Франции в основном президентами становятся кандидаты от двух партий, которые считаются основными. Это, я уже говорил, Социалистическая партия и Республиканская партия. К ней, в частности, принадлежал Николай Саркази, который был президентом 2007 по 2012 год. Но он в выборах не участвовал, так как проиграл праймерис одному из фаворитов, тоже своему сопартийцу Франсуа Фиону. А, соответственно, Франсуа Алан и вообще Социалистическая партия, несмотря на то, что они обладают достаточно большим административным ресурсом, как действующий президент, но, тем не менее, их кандидат, это был Бенуа ОМОН, набрал очень мало голосов, 7% на первом туре, и фактически правящий блок поддержал Эммануэля Макрона, кандидата от партии «Вперед». Можно отметить, что нынешняя политика внутренняя французского президента Оланда, она не получила поддержки избирателей, в общем, достаточно сильно его критикуют. И так, в первом туре всего участвовал 11 кандидатов, из них фаворитами считалось 4 кандидата, и они примерно поровну разделились, то есть два кандидата представляли системные, в общем, партии, и они были европтимистами и являются, и, в общем, поддерживали нынешнюю политику французскую, и два кандидата в несистемных. Системными это Франсуа Фион и Эммануэль Макрон, а несистемные это глава Народного фронта Марин Липен и Жан-Люк Меланшон от партии «Непокоренная Франция». Как раз вот два кандидата за Евросоюз, два кандидата против Евросоюза, то есть и Марин Липен, и Меланшон в своих предвыборных речах, вот, и программах, они выдвигали такой, как бы, одно из, один из принципов, это референдум о выходе Франции из Евросоюза, то есть угроза Фрекзита по аналогии с британским Брекзитом была достаточно реальной. Вот, ну и получилось, что в первом туре, соответственно, опять-таки, все то же самое, то есть один системный политик, один несистемный, набрали меньше голосов, это Фион и Меланшон, да, по 19%, то есть они во второй тур не выходят, а, соответственно, Марин Липен и Макрон, они выходят во второй тур, причем Макрон набрал 24%, Марин Липен набрала, там, порядка 22%, и, в общем, разница небольшая, вот, но, тем не менее, вот, как мы видим, евро-то отреагировал прилично, то есть там гэп вверх, и достаточно сильно он укрепился по отношению к доллару, вот, дело в том, что второй тур президентских выборов во Франции, он состоит 7 мая 2017 года, то есть не прям завтра, но системные кандидаты, то есть и нынешний президент Оланд, и бывший Саркази, и, в общем, вся официальная политика Франции, они объединились, и те, вот, кандидат, который не прошел во второй тур, то Фион попросил своих избирателей, значит, голосовать за Эммануэля Макрона, то есть они стараются консолидировать голоса, и стараются, в общем, каким-то образом обеспечить поддержку единому кандидату, а несистемный политик, вот, Марина Лепен, она, как бы, пользуется поддержкой только своих избирателей, и, в общем, Жан-Люк Миланшон, который также, вот, так сказать, выступал за возможный Фрэкзит, вот, он пока не сказал, вот, то есть, чтобы не перетянул своих избирателей на сторону Марин Лепен, и вполне возможно, что во втором туре повторится вот ситуация, которая произошла с отцом Марин, то есть в 2002 году ее отец Жан-Марий Лепен вышел во второй тур, и тоже боролся за место, за пост президента Франции, но тогда он проиграл Жаку Шираку, вот, возможно, что такая же судьба, да, будет и у Марины Лепен. И поэтому, в общем-то, реакция была достаточно бурная рынков, то есть с большим разрывом цен вверх очень сильно укрепилась евро, вот, и вырос французский фондовый рынок, индекс КЭК-40. Ну, а, хорошо, это Европа, а как отреагировали валютные мировые рынки? Ну, здесь реакция была, в общем, достаточно более спокойная, то есть если мы вот посмотрим фунт, ну, практически никак он не отреагировал. То есть действительно, да. Очень такая небольшая, как бы, свеча, вот, ну, как бы он незначительно, в общем, ослабел вот к доллару, то есть к доллару практически никакой реакции не было. Вот, то есть вот то, что мы видим, вот большая вот эта вот вверх, это была реакция на повторные выборы в парламент, вот, и после этого фунт находится вот в стадии консолидации, то есть французские дела никак, в общем, практически на него не повлияли. Вот, можно отметить только лишь, и, кстати, то же самое касается швейцарского франка тоже, как мы видим, почти никакой реакции нету к доллару. Вот, ну, немножко, конечно, есть, да, он, скажем так, немножко к доллару он укрепился, вот, но так, очень слабо. Единственное, можно отметить, что, конечно, как только в Европе что-то успокаивается, снижаются риски, то выигрывает Германия. В Германии, да, там действительно, вот, как просроченные двухлетние гособлигации, они, достаточно сильно у них снизилась доходность, вот, до, то есть максимальное дневное снижение до минус 0,7%, то есть там отрицательная доходность наблюдается, и максимальное дневное снижение с конца 2015 года. То есть, вот, Германии, можно сказать, неплохо. Ну, я так понимаю, Дмитрий, что мы уже плавно подходим к ситуации на фондовых рынках. Да, то есть... Ну, акции стали, конечно, вот, рынки, именно акции стали основными бенефициарами первого тура, то есть мы видим здесь вот европейский, общий европейский индекс Евростокс 50, вот, и очень он прилично, конечно, вырос, вот, то есть побил исторический максимум, большой разрыв цен, вот, то есть, видимо, инвесторы считают, что сам факт сохранения Франции в составе Евросоюза очень сильно повлияет на европейскую экономику, снимет массу рисков и позволит, в общем, достаточно сильно вырасти акциям компании и улучшит их показатели. Здесь еще тоже можно посмотреть, вот, это реакция французского индекса КЭК-40, он тоже рос и тоже, в общем, очень серьезно продемонстрировал большое повышение. Вот Евростокс вырос на 3%, а вот французский фондовый индекс более чем на 4% вырос. Вот, если мы, допустим, возьмем отдельные европейские акции, то видно, что наибольший прирост продемонстрировали банки, но это в основном, конечно, благодаря укреплению курса евро, то есть, это вот два французских банков, почти по 10%, вот, ССИТ-Женерали, БМП Париба, Дойчий банк неплохой рост продемонстрировал, вот, и итальянская банская группа Интеса, и вот среди компаний промышленного сектора можно отметить, да, строительную компанию, Сен-Габен, тоже французскую, вот, и практически вот все акции из Евростокс-50, из индекса основного, общеевропейского, они закрылись в плюсе, продемонстрировали рост, хуже других, вот, выступили, там, такие компании типа Адидаса, которые, вот, сильно конкурируют с Китаем, там, производят, вот, какие-то такие товары, которые могут производить и азиатские страны, вот, и их акции, там, инвесторы стараются покупать, так, с опасением, вот, ну, еще нужно, конечно, поговорить нам про американский рынок, вот, индекс США, индекс доллара США немножко понизился на фоне успеха евро, но там, как бы, не критичное было снижение, вот, а фондовые индексы, американские, они открыли сессию, открыли торги с достаточно существенным ростом, и лидировали тоже акции банковского сектора, то есть это Бэнк оф Америка, Голден Сач, Джи Пи Морган, они прибавили, там, по 2%, вот, и основной, конечно, была тема, вот, прошедших французских выборов, потому что, в общем, инвесторы отыгрывали, вот, уменьшение политических рисков, а каких-то существенных, вот, макроэкономических данных в США сегодня не было. Ну, и можно отметить, что продолжается квартальная отчетность, публикация квартальной отчетности в США, это очень важно, и будет сильно влиять на динамику американских фондовых индексов, в частности, вот, на этой неделе отчитается 190 компаний из списка S&P 500, и наиболее значимой будет отчетность компании Альфабет, это бывший Google, сменил название, и Майкрософт, и инвесторы, аналитики продолжают пересмотр прогнозов совокупной прибыли вот, американских компаний из списка S&P 500, то есть было хорошо, а теперь еще лучше, да, и даже ждут, что, может быть, сегодня NASDAQ там обновит исторический максимум, но вот то, что касается вот прогнозов совокупной прибыли S&P 500, то есть в марте, в конце марта, перед началом сезона отчетности, ожидали, что вырастет на 10,1% совокупная прибыль, а сейчас уже ждут, что будет 11,2%, то есть и больше, чем на процент, оптимистичнее стали прогнозы, то есть все ждут хорошей отчетности американской. Дмитрий, а вот, хорошо, а давайте взглянем на сырьевые рынки через призму все-таки политических событий во Франции. Ну, в первую очередь, можно с сырьевых рынков начать с золота, потому что золото снизилось, но не так, в общем, драматично, как можно было ожидать, глядя на рост фондовых индексов, глядя на рост евро, то есть там вообще оптимизм зашкаливает, по золотам достаточно умеренно, снижение есть, но умеренное. Мне кажется, это ожидание, все-таки ожидание будущей развязки. Ну, несомненно, несомненно, да. Ждут второго тура. Бело в том, что золото, оно вот в конце, в пятницу, вот на прошлой неделе, вышли данные по количеству открытых позиций на бирже комиксов, и оказалось, что фонды столько купили вот это, контрактов на золото, что, в общем, их объем достиг пятимесячного максимума. И, как мы видим, вот в понедельник они пока еще к массовой закрытии позиций не приступили. И здесь вот можно тоже сказать вот по поводу кофе, в том плане, что примерно похожая была ситуация, вот кофе, в кофе накопили очень много позиций на покупку, но там изменились условия прогнозов погоды и ждут, что урожай будет неплохой. И, в общем, ликвидация вот этих позиций вызвала сильную просадку цены, вот, то есть, фактически в пятницу дневное падение кофе оказалось максимальным за шесть лет последних, вот. И цена робусты достигла семесячного минимума. То есть, можно сказать, на пустом месте, но вот если есть какой-то навес спекулятивный, там, в ожидании чего-то, и это что-то не происходит, вот, то это может сильно повлиять на цену. Ну, посмотрим, что у нас золото покажет, вот, подождем второго тура, вот, и тогда уже будет понятно, произойдет ли коррекция по золоту или не произойдет. Ну, еще хотелось бы тоже мне поговорить немножко про цены на нефть, вот, они сейчас приостановили свое падение. В основном это произошло благодаря действиям Ирана. Иран, как уже, в общем, отмечали, достаточно серьезно увеличил добычу, вот, а при этом, оказывается, вот, он последний месяц достаточно активно сокращает экспорт. То есть, вот, уже в апреле экспорт сократился у него, то есть, в марте было 2,6 миллионов баррелей в день объем продаж нефти иранской зарубеж, а в апреле он сократился до 1,8, вот. Это же почти, да, это 800 тысяч баррелей в день, это очень большой объем, вот, то есть, он не пошел на мировой рынок, вот. И сейчас появились такие вот, как бы, мнения, что такая политика продолжится еще и в мае, то есть, в мае ожидается сокращение, там, до 1,7 миллионов баррелей в день, ну, и, соответственно, увеличение резервов запасов нефти в Иране, то есть, он планирует нарастить их до 3 миллионов баррелей. Дмитрий, а вот, ну, хорошо, вот мы, коли мы затронули нефть, да, вот, колебания цен на нефть, как отреагировал российский фондовый рынок? Ну, во-первых, можно отметить, что наш фондовый рынок, в общем, двигался в русле глобальных тенденций, то есть, индекс ММВБ вырос, там порядка полутора процентов был рост, вот, ну, на момент, вот, как бы, печатание вот этой таблицы, то есть, отреагировал ростом, как вполне нормальный мировой фондовый индекс, повторил динамику глобального рынка. Это уже само по себе радует, ну, и, как мы тут видим, что лидерами роста, ну, что вообще его у них? Ну, общая, это, скажем так, реакция инвесторов на снижение политических рисков, вот, то есть, политический риск снизился, акции подорожали по всему миру. Это означает, что, ну, российская экономика входит в семью глобальных экономик и, в общем, подчиняется общимировым тенденциям, вот, и, в общем, является вполне нормальной такой экономикой, там, частью развитых и развивающихся стран. Что касается лидеров роста, то можно отметить почти тут 10% прибавили акции ФСК и ЕС и Россетей, в основном это, ну, способствовало, конечно, хорошие финансовые показатели, в частности, вот, ФСК и ЕС – это магистральная электросетевая компания, она увеличила свою чистую прибыль по международным стандартам за 2016 год на 55%, вот, то есть, сумела заработать почти 69 миллиардов рублей, выручка выросла на 36,7%, вот, до 255 миллиардов рублей, то есть, достаточно приличный прирост, несмотря на то, что, в общем-то, в прошлом году, как известно, российский ОВП немножко снизился, ну, то есть, как бы экономического роста такого не было, вот, но вот компания смогла продемонстрировать такой хороший результат. он, в основном, был вызван тем, что увеличились услуги по техническому присоединению и по передаче электроэнергии прямым потребителям, то есть, спрос на электроэнергию, опережающую, он может, как бы, свидетельствовать о том, что вот наша экономика российская понемногу восстанавливается. Дмитрий, а вот давайте узнаем ответ теперь, расскажите, то, что интересует большинство телезрителей, как отреагировал наш рубль? Ну, вообще рубль продемонстрировал, скажем так, очень приличную реакцию, такую же приличную, как и фондовый рынок, то есть, он поступил точно так же, как остальные валюты, то есть, идет о том, что он продемонстрировал ослабление к евро и достаточно стабильно чувствовал себя по отношению к доллару. То есть, фактически, можно сказать, что рубль остался весьма крепким, вот, и стабильным. Ну, и основная, как бы, причина, которая могла, вот, именно поддержать его, на мой взгляд, она заключается в том, что 28 апреля у нас состоится заседание Центрального банка очередное, и, в общем, практически весь рынок считает, что все участники рынка, все инвесторы считают, что будет снижена ставка, вот, еще на 25 или 50 базовых пунктов. Вот, напомню, сейчас у нас ключевая ставка составляет 9,75 процента, и вот, в ожидании ее снижения достаточно такой хороший спрос на облигации, вот, государственные, кооперативные и неплохой спрос на рубли. Вот, еще одной причиной может быть то, что, вот, МВФ увеличил прогноз по России, вот, прогноз экономического роста на 2017 и 2018 годы, вот, то есть считают, что рост на следующий год составит 1,4 процента, вот, а в 2019 году он ускорится до 1,5 процентов, и, в общем, будет наблюдаться там, до 2022 года и дальше достаточно неплохо. Да. Дмитрий, а на Ваш взгляд, какие события нас ожидают завтра, к чему нам готовиться? Завтра значимой статистики в большинстве стран не будет, то есть никаких таких событий существенных не ожидается, но в США вот будут опубликованы данные по продажам жилья на первичном рынке за март и индекс уверенности потребителей за апрель. А вообще на этой неделе главным событием может стать заседание Европейского Центрального Банка в четверг и публикация ВВП США за первый квартал в пятницу. То есть еще много интересного узнать нам предстоит и о рынке, и о экономике, во всем. Да, да, да. Ну, и так, по мнению нашего аналитика, выборы во Франции не вызвали особого ажиотажа на мировых рынках. Отреагировала Европа, Европа пошел вверх. Ну что, Дмитрий, будем ждать второго тура. Да, да, посмотрим. А там посмотрим. Золото, скорее всего, у нас упадет. Ну, вполне возможно. Вполне возможно, да. Вот. А Евро, я думаю, что ожидает, мне кажется, в развитии вот такой ситуации укрепление сильное. Я не исключаю такой возможности. Будем держать руку на пульсе рынка. Да. На этом тема сегодняшней передачи исчерпана. Следите за финансовыми новостями с программой новости рынка в SafeSea Market. В студии был наш аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!